Всем-всем добрый день! Приветствую вас в это пасхальное время. Сегодня с этим сердечным приветствием веры. Христос воскрес! Я думаю, что все вы отвечаете воистину воскрес! Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я ведущий прямого эфира в программе «Влияние» на канале «Импакт». Добро пожаловать в эфир! Можете звонить, будем общаться. Ну и, конечно же, сегодня мы будем общаться, я так надеюсь, более всего на эту прекрасную тему. Тему воскресения Иисуса Христа. Поздравляю всех вас с этим величайшим праздником христианства и всего мира. Христос примирил в себе мир с Богом. Благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря Его смерти и воскресению, Господь примирил с собой человечество. Не все это еще знают. Не все еще воспользовались тем, что Господь примирил в лице Иисуса Христа с собой все человечество. Но так или иначе, даже те, кто это еще не знает и в это не верит, мы и их тоже поздравляем. Потому что такая возможность сегодня каждому-каждому предоставлена. Но знаете, что печально? Печально то, что те, кто уже и уверовали в жертву Иисуса Христа, не пользуются всей полнотой того, чем мы благословлены в этом имени Иисуса и в Его подвиге. Однажды мама моя рассказывала, как ей во сне явился мой дедушка после ухода в вечность. И он ушел в довольно раннем возрасте, ему было 62 года. И это было очень-очень скоропостижно, неожиданно. Они к этому не были готовы и очень сильно, любя своего отца, плакали и переживали о том, что так случилось, что так произошло. И она не могла утешиться долгое время. И однажды ей явился во сне дедушка, буквально, если так можно выразиться, наяву во сне. Это было очень явное такое видение, хотя и во сне. И дедушка говорит моей маме, ты, пожалуйста, не плачь, перестаньте плакать. Мне здесь так хорошо, и я хочу вам сказать, что вы, к сожалению, еще ничего не знаете об имени Иисуса. Как? Спрашивает она. Мы же с детства верующие, мы же постоянно ходим в церковь, мы же читаем Слово Божие, мы крещены Духом Святым, мы моримся Господу под воздействием благодати Божией. И как же, он говорит, так посмотрел на меня, с таким пониманием того, что я сейчас тебе не могу ничего еще объяснить. Да, да, вы ходите в церковь, вы читаете Слово Божие, вы молитесь, вы исполнены Духом Святым, но вы еще почти ничего не знаете об Иисусе. Сколько Бог дал миру в жертве Иисуса Христа, и вы еще так мало об этом знаете. Такое общение с дедушкой, во-первых, конечно же, успокоило ее, и она перестала абсолютно скорбеть о его переходе в вечность. Но что особенно коснулось моего сердца в этом рассказе, что даже мы, христиане, уверовавшие в жертву Иисуса Христа, как-то из этого устроили уже такое привычное религиозное действие, в том числе и в пасхальном приветствии. Христос воскрес, воистину воскрес. Да, мы уже как будто с этой мыслью свыклись, мы все равно живем в рутине этих наших дел, как-то закручиваемся, суетимся, а то, что можно уже на этой земле, сейчас, жить и пользоваться всем тем, что в жертве Иисуса Христа для каждого из нас на эту землю сниз послал сам Господь. Писание говорит, что Иисус Христос умер за грехи наши по Писанию и воскрес для оправдания нашего по Писанию. Мы знаем, что все проблемы в этом мире, которые у нас с вами сегодня есть, связанные со здоровьем, с проблемами в взаимоотношениях, с проблемами финансового характера, что бы это ни было, они так или иначе имеют начало в грехе. То есть грех стал причиной всех-всех проблем. Друзья, ну разве Иисус Христос не пришел, чтобы взять на себя весь грех? А если Он пришел, чтобы взять на себя весь грех, значит, Он решил проблему греха. Так об этом и написано, что Он пришел в последнее время для уничтожения греха. А разве Он не выполнил своей миссии? Да, именно выполнил и тот грех, который разделял человека с Богом и лишал возможности пользоваться всем тем, что было изначально Богом дано человеку. Вот это качество, этот грех, Он уничтожен. Конечно же, в Новом Завете также мы видим, что Писание учит и говорит, что мы все согрешаем, но там же грех имеет другое качество. Тот грех, как, например, ветер, который дует на стрелу, и она не попадает в цель. Тот грех, который, потому что слово в Новом Завете грех, это промах по цели, чтобы человек не исполнил своего жизненного призвания, чтобы не прожил всю полноту дней, чтобы он не взял от этой жизни все по максимуму, чтобы он не мог наслаждаться полнотой жизни, радости жизни. Вот этот грех, не тот, который разделяет нас с Богом, потому что, повторюсь, этот грех абсолютно уже уничтожен, и благодаря жертве Христа, через веру в Иисуса, мы имеем единение с Богом. Помните, как, например, Ной, оказываясь в Ковчеге, когда был потоп, то наверняка во время этого потопа были бури, не наверняка, а точно были эти природные катаклизмы, и корабль штормило, бросало, наверняка Ной упал не один раз, но он оставался в корабле, в отличие от тех, кто были за бортом и погибли. Мы с вами, войдя в Ковчег спасения, мы с вами, войдя во взаимоотношения, заветные взаимоотношения с Господом, мы можем ошибаться, мы можем падать. И Писание говорит, что праведник семь раз упадет, но восставит его Господь. Таким образом, люди могут через свои ошибки, через свои какие-то падения лишать себя полноты радости жизни с Богом, взаимоотношений, качественных друг с другом, финансового благословения, здоровья и так далее. Жить не свою жизнь. Это все то, что приходит из-за греха, который, как хамартия, промах по цели. Но тот грех, который разделял нас с Богом, о чем говорит грех, мы читаем слово грех в Ветхом Завете, то этот грех, он уже, слава Богу, уничтожен. Поэтому я бы хотел сегодня, благодаря этому прямому эфиру на телеканале «Импакт», поделиться с вами всем тем, что есть, не всем, а частично тем, что есть в моем сердце, вот связанное с Пасхой, что Господь предлагает нам вот в этой искупительной жертве Иисуса Христа и благодаря Его не просто жертве за грехи наши, но и воскресению для оправдания нашего, что мы с вами имеем. Помните такую прекрасную историю, когда Иисус присоединился к ученикам, которые шли в Эмаус уже после Его воскресения? Они уходили из Иерусалима, шли печальные, и Иисус к ним присоединился по дороге и стал общаться с ними. Это 24 глава Евангелия от Луки повествует об этом. И Иисус спрашивает, о чем, идя дорогой, вы рассуждаете, и почему вы так печальны? Иисус связал две вещи. О чем они рассуждают, о чем они говорят, и почему они так печальны? Они говорят, разве ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь, что произошло в эти дни? А что произошло? Ну вот, человек сильный в слове и в деле, мы думали, что это то, о ком говорили пророки. Но вместе с тем, он уже третий день как во гробе. Так говорят ему эти два ученика. Иисус стал изъяснять им Писание. Помните, во время преломления хлеба, когда он с ними ужинал, они узнали его, но он уже стал невидим для них. Что я бы хотел здесь поучительного для нас отметить? Во-первых, то, о чем мы рассуждаем, оказывает влияние на наше настроение. Если мы рассуждаем не на основании Слова Божьего, а на основании видимых фактов, да, говорят, факт упрямая вещь, согласен. Но сколько этих фактов, которые сегодня отравляют нашу жизнь, вместо того, чтобы брать истину Слова Божьего и изменять факты. Мы рассуждаем о фактах, которые мы видим в экономике, в политике, о фактах, каких-то симптомах в нашем здоровье. Если говорит Писание, что ранами Христа мы исцелены, и это есть истина, но факт, тот или иной симптом в моем организме, я начинаю больше думать, рассуждать, разговаривать с людьми о фактах, о фактах в политике, в экономике, в каких-то природных вещах, в своем организме, я оказываюсь в печали. Но рассуждая, как Иисус говорит, вернее, они говорят Иисусу, «Ты разве не знаешь один из пришедших о том, что случилось в Иерусалиме?» И Иисус, конечно же, знал. И, конечно же, Иисус знал, что произошло в Иерусалиме. И Он-то как раз-таки знал суть того, что произошло. Не только видимый факт, не только видимое явление. Иисус знал суть того, что произошло. И когда Он объяснил им, они говорят, не горело ли у нас сердце, когда Он объяснял нам Писание. Вот так бывает и сегодня, когда мы, к великому сожалению, лишь знаем поверхностно то, что Иисус умер на наши грехи, то, что Он воскрес, но не знаем того, что на самом деле тогда произошло в Иерусалиме, то печалью наполняется сердце наше и жизнь христианина. Бывают иногда хуже, чем жизнь неверующего человека. Иногда думают, что, слушайте, ведь неверующие люди, не имеющие Бога, живут и радуются, а христиане ходят какие-то постоянно понурые, угрюмые, поют песни как бы со словами о радости, но на лице и в жизни радости совсем не видно. Потому что мы, идя дорогой, рассуждаем не о том, что на самом деле явилось сутью Пасхи, а только о видимых вещах. И я хотел сегодня, по милости Божией, поговорить о сути, о сути Пасхи, что для нас с вами это значит. То, что Иисус сказал, то, что мы читаем 24 глава Евангелия от Луки, я рассказал его историю, которая описывается с 12 стиха и далее, а вот с 1 по 11 стих говорится о том, как пришли женщины, принеся ароматы ко гробу, и увидев то, что он воскрес, там Иисус им явился, и говорит, неужели вы не знаете, что так человеческому сыну надлежало быть преданным в руки грешников и быть распятым, но в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова, и вернувшись оттуда, возвестили 11 и всем прочим. Надлежало ему, надлежало ему быть преданным в руки грешников. В руки грешников. Смотрите, ведь грех все извратил. Господь показал свое сердце, когда поместил Адама и Еву, как венец своего творения, в самое шикарное, лучшее место. То есть Господь не создал Адама и Еву, а потом начал что-то там для них делать. Он сначала все приготовил, и в это лучшее место, где было абсолютное изобилие, изобилие всего. Прежде всего, они имели прекрасные взаимоотношения с самим Творцом. Они разговаривали с ним в этом раю. Они, второе, имели прекрасные взаимоотношения друг с другом. Заметьте, там не было никаких обвинений до тех пор, пока не вошел грех. Как мы часто обвиняем друг друга. Как мы часто ищем виноватого. Но вот сейчас мы говорим о том Едемском саде, о той идиллии, где было все прекрасно. Общение с Богом, общение друг с другом. Они имеют здоровье, они имеют абсолютно полное материальное обеспечение. И они живут... Адам не завидует Еве, Ева Адаму. Они, наслаждаясь друг другом, выполняют каждый то, к чему они призваны. То есть, выполняют свое призвание, свое предназначение. Это и есть полнота счастья. Общение с Богом, общение друг с другом, здоровье, материальное обеспечение. И в этом человек живет, живя свою жизнь, а не чужую, не чью-то. Поэтому, когда пришел грех, то грех нарушил это. И сейчас Иисусу Христу нужно было быть преданному в руки грешников, чтобы то, что послужило причиной, то, что послужило причиной, то есть грех, который разрушил эту идиллию отношения с Богом, отношения, взаимоотношения друг с другом, между людьми, принеся проблемы в здоровье, принеся финансовые проблемы. Люди теперь живут, завидуя друг другу, они выполняют свое призвание, свое предназначение. И Иисус был предан в руки грешников, тех, кто вот это все имеет, в смысле проблемы взаимоотношений с Богом, друг с другом, финансовые проблемы, здоровье проблемы и так далее, в руки грешников, чтобы взять на себя это и исправить ситуацию. Итак, первое, что я хочу сказать, что грех и смерть – это были синонимы. Грех и смерть – это синонимы. Когда вошел грех, то вошла смерть. Смерть – это отделенность от Бога, и все названные мною сейчас дальнейшие последствия, дальнейшие проблемы. Люди вошли в смерть, то есть жизнь, отделенная от Бога, это, по сути, называется смерть. И вот первое, что Господь восстанавливает – это взаимоотношения. Взаимоотношения. Помните, как было сказано, «Грех лежит у дверей сердца, но ты господствуй над ним». когда Каин и Авель оказались в поле, и восстал Каин на брата своего и убил его. Интересно, что это выражение – «грех лежит у дверей сердца». Оно имеет… Вот интересно, что в оригинале слова Божьего некоторые слова означают целые понятия. Целые понятия. То есть, ну, допустим, слово «надежда» – это не просто «будет или не будет, как бы я надеюсь». Вот 50 на 50. Нет. То, что слово «надежда» в Библии, оно означает человека, всматривающегося вдаль, ожидающего восхода солнца. То есть, солнце не может не взойти. Только вопрос времени и вопрос, насколько он дождется этого. Это зависит уже от него, а не от солнца. То есть, многие слова означают целые понятия. Так вот, понятие, вот слово «у дверей лежит грех, но ты господствуй над ним» здесь целая доктрина, целое огромное, большущее значение того, что Господь говорит Каину, чтобы он переборол отверженность, чтобы он решил вопрос отверженности. Смотрите, когда Бог изгнал Адама и Еву из рая, для большинства людей это изгнание кажется наказанием. Бог прогневался и выгнал, не понимая того, что по сути это был акт милости Божией. Акт милости Божией. Потому что если раньше они могли есть от всех деревьев, в том числе от дерева жизни, то вкусив от запретного плода, от познания добра и зла, они больше не должны были вкусить от дерева жизни, иначе бы навсегда остались с грехом. Поэтому Господь, выгоняя их из едемского сада, таким образом проявляет акт милости, чтобы они не вкусили сейчас от дерева жизни, будучи с грехом, до тех пор, пока Христос не возьмет на себя грех мира. И они могут тогда снова начать вкушать от дерева жизни, то есть от самого Иисуса Христа. Но тогда Каину, слышавшему от родителей историю, как они были изгнаны из рая, эта ситуация кажется наказанием и отверженностью. Бог отверг, Бог выгнал, Бог теперь с нами не хочет иметь ничего общего. Мы наказаны, мы отвержены. И вот Господь говорит здесь, Каин, у дверей твоего сердца лежит грех, лежит то, что стало причиной нашего разделения, и ты сейчас можешь испытывать эту отверженность, но ее нет. Это временное явление, чтобы состоялось потом полное принятие, но так или иначе. Он переживает эту отверженность. Он не разбирается с ней. К чему я сейчас-то говорю? Друзья, сегодня во взаимоотношениях людей, мужа и жены, детей и родителей, начальника на работе и подчиненного, вот это состояние, грех лежит в дверей сердца, то есть состояние отверженности. Это очень тяжелый момент, который мы несем по нашей жизни. Многие его переживают, еще находясь в утробе матери, когда мама забеременела, и оказалось, что для нее эта беременность неожиданной, нежеланной, она может не хотеть этого ребенка. И это нежелание ребенка сразу срабатывает на нем, и он чувствует это. Это грех ложится перед его сердцем, от сердца источники в жизни, то есть то, что он будет делать дальше в жизни, написано более всего, храним его, храни сердце, потому что из него источники жизни. И ребенок еще до рождения на эту землю, уже у его источника в будущей жизни лежит состояние отверженности. Меня не хотят, меня выгоняют, меня не любят, я наказан, еще ничего не успев сделать, он уже наказан. И вот это состояние отверженности, оно мешает в течение всей жизни человеку строить отношения с близкими, с родителями, а в будущем с мужем и женой. И вот в воскресение Иисуса Христа, то, что Иисус на кресте, умирая, соединил небо и землю, он разрушил эту причину, причину греха, как отверженность, чтобы восстановить взаимоотношения. Если взаимоотношения неба и земли восстановлены, это самая большая преграда, которая была разделяющая Бога и человека, грех. Если эта причина убрана, друзья, мы сегодня, увидев принятость Богом, что я принят Богом, вот еще раз, увидев, насколько я принят Богом, нам Писание говорит, как Христос принял вас, так и вы принимаете, вы любите друг друга. Тот, кто знает, что в жертве Иисуса Христа и в Его воскресении нам показана картина, как мы любимы и приняты Богом, это помогает нам. То есть, чем больше я это осознаю, чем больше я в это поверил, тем больше я размышляю об этом. Помните, мы говорили про учеников, идущих в Маус, не о том размышляли, поэтому были печальны. Сегодня во взаимоотношениях многих людей так много печали, потому что они не размышляют о том, насколько мы приняты Богом, а не понимая, как мы приняты Богом, мы продолжаем иметь отверженность и испытывать эти негативные эмоции, которые рулят нашим поведением, в нашем подсознании, они управляют нашими решениями во взаимоотношениях с другими людьми. Итак, для меня Христова смерть и Его воскресение означают абсолютную принятость и восстановление взаимоотношений с Богом. И когда я размышляю об этом, насколько я принят им, мне так хочется. И те по улицам просто будут обнимать людей. Я этого стараюсь делать, скажу, ненормальный какой-то, но когда я думаю о том, как я принят Богом, мне хочется принимать других. Ну как же, да, может быть, тебе хочется принимать других, но если тебя не принимают другие люди, а мне уже так все равно. У меня был простой пример, который мне практически с юности показал вот эту вот картину, насколько важно, что я принят Богом. Я обучился в институте, и у нас была военная кафедра. На этой военной кафедре, в общем, это было самое-самое, какой бы ни был институт, но в любом институте, если есть военная кафедра, это был самый важный предмет. Потому что, если ты получаешь во всем предметам пятерки, но у тебя на военной кафедре проблемы, тебя могут выиграть из института, и ты не закончишь, не получишь диплома. Это был очень-очень-очень важный предмет, военная кафедра. И все старались, студенты старались иметь хорошие взаимоотношения с тем или иным преподавателем военной кафедры, чтобы как-то в случае проблем можно было все уладить. Так вот, ко мне хорошо очень относился начальник военной кафедры, сам начальник военной кафедры. И когда кто-то из преподавателей военной кафедры меня не любил, мне было так все равно, потому что сам начальник меня очень любил. И я это так понял, что если я вижу, осознаю, понимаю, что я принят Богом, то если кто-то меня не принимает из людей этого мира, мне так все равно, потому что сам генерал, сам маршал, сам Бог меня принимает, тогда эти второстепенные непринятости уже слишком для меня малозначимы. Поэтому, друзья, люди, которые в жертве Иисуса Христа и в Его воскресении видят принятость самим Богом, что вы приняты Богом, это решает многие проблемы в наших взаимоотношениях и с людьми тоже. Принятость или отверженность это критически важные факторы, которые влияют на качество нашей жизни на этой земле. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас. Алли, Ру? Внимательно слушаю вас, говорите, пожалуйста. Так, я вас благодарю, Дмитрий, за хорошие слова, но у меня один вопрос. Вот вы сказали, что первый грек, он был и он уже уничтожен, а сейчас по завету, нового завета грек есть, но он же имеет ту силу, что и первый. грек имеет ту силу, что и первый имел грек. Второй вопрос, вот вы говорили, потому, что верующие ходят, и все люди ходят уныними, потому, что обстоятельства, ведь же мы живем в этом греховном мире, где мы всегда с прикосновением с греховным этим миром. И эти обстоятельства заставляют людей быть униженными, хоть мы знаем, что погнеть, он страдал, он умер, он скрет, но обстоятельства жительские вне тут людей, и в том числе верующих. Вот вчера я попал на базар суеты, как у Пелевремя написано, базар суеты, вот я посмотрел, там сколько людей, все радуются об этом земном, в восторге, прямо ужас таким восторг, а они что где же Бога, то не знают, вот это обстоятельство заставляет веселиться, а Бога не принимает, спасибо вам, все. спасибо большое, спасибо, я не понял, как вас зовут, извините, пожалуйста, как вам обращаться, не знаю, спасибо за ваш вопрос, спасибо, два вопроса даже, и я с радостью отвечу на них, первый ваш вопрос, что грех имеет ту же силу, грех в Ветхом Завете и в Новом Завете имеет ту же силу, как тогда, так и раньше, как сейчас, так и раньше, я с вами не соглашусь. Я прочитаю сначала послание к евреям, 9 глава, 26 стих. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира, он же, то есть Иисус Христос, однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своей. Явился однажды для уничтожения греха жертвой своей. Я думаю, что вы не будете со мной спорить о том, что Иисус то, для чего Он пришел, Он сделал на 100% качественно и хорошо. Иисус придя уничтожил грех. Стоп, если Он уничтожил грех, тогда что сейчас здесь искушает людей, что сейчас людей улавливает, как вы выразились, в свои путы, тот грех, о котором говорится в Ветхом Завете, грех, как смерть, который вошел, чтобы разделить человека и Бога, вот этот грех Иисусом уничтожен раз и навсегда. Так написано. Он пришел однажды, чтобы уничтожить грех раз и навсегда. Вы помните, когда еврейский народ выходил из Египта, то была такая история, что за их ропот, за их недовольство пришли змеи и, в общем-то, за их бунт пришли змеи и стали жалить и Господь сказал Моисею сделай медного змея. И Иисус цитировал в беседе с Никодимом в третьей главе Евангелия от Иоанна цитировал эту историю, это место и говорит, как Моисей вознес змею в пустыне, так надлежит быть вознесено Сыну Человеческому. Смотрите, тогда вот такая картина, Ветхий Завет, грех вы говорите имеет ту же силу, что и в Новом Завете. Грех, как змея, жалит и люди умирают. Но для этого пришел Христос и он вознесен на крест и те люди, которые ужаленные змеей в то время смотрели и написаны не просто кто взглянет, а там такое слово используется, кто будет пристально смотреть, а для нас это сказано смотреть пристально на начальника и совершителя веры, Иисуса Христа. Тот, кто смотрит на Иисуса, то грех оказывается не имеет силы. То есть, когда грех кусает, но человек применяет свою веру в висящего на кресте Иисуса, который умер за грехи и воскрес для оправдания, грех уже не имеет силы. Грех, который кусает, мешает человеку жить на этой земле, он не может иметь той силы, чтобы отделить Бога и человека. Будьте внимательны. Иисус умер за какой грех? Который вы уже сделали? Или за тот, который вы еще сделаете тоже? Я убежден, что Иисус умер на кресте и за то, что вы и я уже сделали, и за то, что мы еще сделаем. То есть тот грех, который лишал нас с вами вечной жизни, он уничтожен. Вот можете представить себе. Человек верующий, мы стараемся жить святой жизнью, но апостол Иоанн говорит, что нет такого, кто бы жил и не согрешал. нет такого, кто бы жил и не согрешал. В основном мы верим в то, что приходя раз в месяц, как правило, в наших церквях совершается первое воскресенье месяца хлебопреломления, служения причастия. И вот мы приходим на причастие и именно на этом богослужении как будто бы снова нам все прощается. Так в основном мы все были научены. А вот допустим человек умер, будучи верующим человеком, не в первый день после причастия, когда он еще не успел ничего плохого может быть сделать, а в субботу накануне, уже проживя месяц и нагрешив. Или может быть даже мы просим вечером у Господа прощения за сделанное что-то неправильное в течение прошедшего дня. Но допустим человек утром проснулся, пошел на работу, проехал в трамвае или в автобусе без билета. Грех большой, ну так, не очень, маленький грешок, без билета проехал в трамвае или в автобусе. А для Бога все равно, грех маленький или большой. Хоть убил человека, хоть в трамвае без билета проехал, для Бога это грех одинаковый, он уже не соответствует Божьей святости и человек уже не имеет возможности войти в Царство Божие. К чему я это рассказываю? К тому, что ты еще не успел помолиться молитвой покаяния, не пришел еще на причастие, чтобы получить прощение грехов. Ты еще не успел встать на колени вечером помолиться о прощении. Раз и умер. И что, ты в ад пойдешь из-за этого греха? Я говорю о том, что мы постоянно находимся в ковчеге спасения. И грех той силы, которую имел в Ветхом Завете, чтобы держать нас в отделении от Бога, уже не имеет. Этот грех, написано, уничтожен. Как сила искушения, соблазна, да. И поэтому люди, которые живут, позволяя себе, потакая своей плоти, как Павел предупреждал, чтобы благодать не была поводом к угождению плоти, а многие так живут, то этот грех, который входит, он их лишает во многом состояния здоровья. Он им портит взаимоотношения с окружающими людьми, мужу с женой, жене с детьми, с мужем и так далее. Из-за греха вот такого люди теряют благополучие, в том числе и материальное. Но люди, которые не отказываются от жертвы Иисуса Христа, веруя в эту жертву Иисуса, и где-то все-таки согрешая, они не лишаются Царства Божьего. Когда человек сознательно, отказываясь от Иисуса, живет жизнью греха, это другая история. Я сейчас говорю, что сила греха, она принципиально, принципиально уже другая. То есть грех, который отделял человека от Бога, вот этот грех уничтожен. Второе, что вы сказали, это верующие живут в этих обстоятельствах и показываются подавленными. Это то, с чего я начал сегодняшнюю беседу. Когда шли два ученика в Имаус и рассуждали о том, что случилось в Иерусалиме, не зная воскресения, зная только смерть, не зная воскресения, они были печальны. Вот многие христиане, большинство, к великому сожалению, вы правильно сказали, сегодня живут, будучи подавленными, подавленными жизненными обстоятельствами, которые называются факты. Факт, проблемы такой, 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 и люди подавлены. Тогда шли эти два ученика и знали факт, что Иисус умер, а мы, они говорят, а мы думали было, а уже вместе с тем, третий день, как он во гробе. Они знали этот факт, но не знали истину. И вот большинство христиан сегодня именно поэтому живут подавленными обстоятельствами. Друзья, мы все живем в трудных обстоятельствах. И Иисус сказал, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы в мире сохранил их от зла. Он говорит, имейте в виду, тот, кто в вас больше того, кто в мире. Когда я живу не фактами тяжелых обстоятельств, а я живу истиной воскресения Иисуса, сталкиваясь с тяжелыми фактами, я все равно оказываюсь в духе над этим фактом, потому что истина сильнее факта. И моя вера, которая основана на истине, она передвигает горы. Моя вера, которая основана на истине Божьего Слова, она меняет обстоятельства, убегают симптомы болезни, изменяется финансовая ситуация. Но если я живу подавленный этими обстоятельствами, это значит, что я не очень-то верю, не очень-то практикую веру в то, что воскрес Христос. А это уже мне самому приходится отвечать за это. Верующий человек – это тот, кто практикует свою веру. Не просто верит в то, что Бог есть, а верит в то, что Бог есть. То есть, что Он из себя представляет, как Бог любящий, как Бог могучий, как Бог, отдавший жизнь за меня. Без веры угодить Богу невозможно. Вот вы хотели, чтобы вашим детям было плохо? Конечно, нет. Вы бы очень хотели, чтобы вашим детям было хорошо. И Богу хочется, чтобы Его детям, то есть нам, было хорошо. В том числе, и на этой земле Он хочет, чтобы нам было хорошо. Иначе бы Он не поселил Адама и Еву в шикарный едемский сад. Это Его желание было изначально. Грех извратил. Так и сейчас Бог хочет, чтобы нам было хорошо. И без веры мы не можем угодить Богу, чтобы Он был доволен, что нам хорошо. Но чтобы нам было хорошо, нужно верой изменять обстоятельства. Но если я не верю, что Бог хочет, чтобы мне было хорошо, если я не верю, что Бог любящий, желающий мне во всем добра, желающий мне хороших взаимоотношений, желающий мне хорошего здоровья, что Бог желает мне хорошего, материального благосостояния, если я в это не верю, то я и не получу. А вера в Слово Божие, вера в то, кем является сам Бог, вера в истину, помогает мне изменять факты и не жить под давлением обстоятельств, а подниматься над ними. И Пасха, воскресение Иисуса Христа, этому меня как раз таки и учат. я бы хотел вернуться к нашему дальнейшему рассуждению. И вот я сейчас поговорил немножечко об отверженности. До звонка мы говорили о том, что для нас значит Пасха, и как первое, что восстановил Господь своим подвигом голговским, это взаимоотношения Бога и человека, и через это вернул нас. Приняв нас, помогает нам, понимая, насколько мы приняты Богом, помогает нам принимать других людей в свое сердце. И даже если нас кто-то отвергает, когда меня принимает сам генерал, мне не так важно, что меня не принимают какие-то солдаты. Если я принят Богом, то мне уже не так важно, что я для кого-то считаюсь отверженным. Следующее, это финансовая часть, материальная часть. Если Иисус устранил проблему греха, то Он также показывает, что как в то время Бог хотел, чтобы у Адама с Евой в Едемском саду все было и в материальном плане благополучно, так и сейчас Господь желает нам материального благополучия. Вот смотрите, вторая глава книги «Бытие» описывает, что там в Едеме вытекала река, она орошала сад и дальше разделялась на четыре рукава. Один из них назывался Пишон, он огибает страну Хавила, где есть золото, хорошее золото в той стране. Есть там и благовонная смола, и драгоценный камень Шухам. То есть описывается, что там было золото. Там было золото. В Едемском саду было золото. Когда евреи выходили из рабства египетского, то, помните, Господь сказал женщинам, чтобы они попросили у своих египетских соседок золото. И интересно, что это не сами они украли. Бог им сказал это сделать. И он был прав, потому что евреи много лет работали на Египет. И богатство Египта составляли в том числе, в себе имели составляющую еврейского труда. Евреи очень много работали на Египет. Поэтому, когда они уходили из Египта, из рабства, Бог сказал, возьмите у соседок ваших украшений золотых, возьмите, попросите у них. И каждая еврейка взяла, и это было от Бога. Смотрите. То есть Пасха, когда евреи выходили из рабства египетского, это Пасха. Господь также сказал, чтобы они взяли с собой из Египта золото. Вам не кажется это интересным прообразом? Когда сегодня мы, благодаря жертве Христа, пасхальному агонцу, выходим из Египта и не живем больше в Египте, мы имеем право взять то, что нам принадлежит. А евреи, повторюсь, работая на Египет, произвели во многом это богатство для Египта. И они могли взять это с собой и вынести. Именно в Пасху происходит возвращение золотых вещей, богатства для евреев. Мы с вами, Новый Израиль, мы с вами, благодаря пасхальному агонцу, благодаря жертве Иисуса Христа, искупительной жертве, мы сегодня имеем право владеть богатствами этого мира. только вопрос в том, кто кем владеет. Нельзя, чтобы богатства этого мира владели нами, потому что я знаю, как много бедных людей, но будучи жадными, я вижу, что богатства этого мира, хотя у них ничего и нет, казалось бы, но богатства этого мира владеют их состоянием сердца, они рабы этих богатств, они без них жить не могут, они только об этом и думают, у них нет, но в мозгах они этим только и живут. А также я видел многих богатых людей, которые абсолютно свободны от этого, они об этом не думают, они думают о том, как Евангелие распространить, как жить для блага других людей, они знают, как жертвовать. Итак, мы видим, что в Гедемском саду было золото, мы видим, что Господь говорит евреям, выходя из рабства, взять золото, это описывается в третьей главе книги Исход. Каждая женщина выпросит у своей соседки, у живущей в доме, ее вещей серебряных, вещей золотых, одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян. Одиннадцатая глава этой же книги Исход. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. Двенадцатая глава книги Исход, тридцать пятый стих. И сделали сыны Израилю по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых, и одежд, ну и так далее, и обобрали египтян. Следующее упоминание золота в Библии, это Исход двадцатая глава, где написано «Не делайте предо Мною богов серебряных или богов золотых не делайте себе». То есть, когда Господь благословил евреев этим египетским золотом, Он дает десять заповедей, и там Он предупреждает и говорит «Не делайте себе богов золотых и серебряных». Вы владейте золотом, но пускай золото не станет для вас Богом, пускай материальное благополучие не станет для вас приоритетным, пожалуйста, будьте вы хозяевами, будьте вы владельцами, а не золото пусть будет вами владеть. Это предупреждает об этом Господь. Когда родился Иисус, помните, пришли волхвы. И волхвы, интересно, там говорится именно волхвы, то есть, по сути, это были колдуны, это были звездочеты, это то, что называлось пред Богом мерзостью, но люди этого мира, имевшие богатство, возможно, и нечистой силой приобретенное, они пришли и положили то, что у них было к ногам Иисуса Христа родившегося. Рождение Иисуса сразу было отмечено тем, что сильные века сего, даже сильные тьмы века сего положили свои богатства к ногам Иисуса Христа. Для меня это значимо, очень значимо, что как только рождается Иисус Царь Царей на земле, сразу же происходит то, что те, кто это духовный знак, это духовный знак, сильные века сего и тьма века сего признает власть Иисуса над всем богатством. Он говорит, Господь говорит, все серебро и золото, оно мое. Матфея, глава 10, когда Иисус посылает учеников на евангелизацию, посылает учеников на распространение благой вести, Он говорит, не берите с собой серебра и золото. То есть, когда мы сегодня с вами посланы на дело Божие в этом мире, мы посланы на дело, к которому Он призвал нас, нам нужны деньги, конечно, чтобы сейчас канал Импакт ТВ распространял Евангелие, для этого нужны деньги. Слава Богу за тех, кто жертвует, слава Богу за тех, кто поддерживает, кто партнеры канала, благодарность вам большая. Для этого нужны средства. Но когда те, кто этот канал начинали, не имея на это средств, полагались не на то, что если у нас деньги есть, мы будем делать канал Импакт. Раз денег нет, канал Импакт делать не будем. Нет. И Иисус посылает своих учеников, говорит, вы идите на основании моего слова, а я вас обеспечу этим золотом, я вас обеспечу необходимым. Вы с собой, то есть, не берите смысле, чтобы было у вас на что уповать, чтобы уповали на меня, на мою волю, на мое слово. Это для вас должно быть определяющим в том, что вы делаете. Исполняя мою волю, идите, несите Евангелие и в исполнении моего призвания зависти только от моего слова, а не от денег. И потом в книге Откровения, смотрите, в книге Бытие, когда Господь создавал, там было золото. В книге Исход, когда Бог в Пасху выводил из рабства народа израильских из Египта, золото. Когда Иисус родился, да, он сказал, чтобы они потом не было, не делали богов золотых. Потом, когда Иисус родился, золото было принесено Ему. Когда Иисус посылает на миссию, говорит, чтобы у вас не было золота как предмета, на что вы уповаете. И на кресте Иисус обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетой, чтобы золото служило нам, чтобы деньги служили нам, а не мы служили деньгам, чтобы деньги служили нам на Евангелии, на распространение Евангелия. И в книге Откровения мы читаем, что там были, там улицы из чистого, золота. Мы сейчас поговорили только лишь о Пасхе, как о восстановлении взаимоотношений. Мы сейчас поговорили о Пасхе, как о восстановлении взаимоотношений с Богом и с людьми. Мы поговорили о финансовой части, что Господь в Пасху возвращает и говорит, люди, которые знают, для чего умер Христос, для чего Он воскрес, когда решена проблема греха, вы имеете право претендовать на материальное обеспечение. Поэтому я хочу вас, друзья, благословить, чтобы мы как можно больше познавали смысл жертвы Иисуса Христа, который взял на себя грех мира, который абсолютно решил проблему греха, уничтожив его. И мы могли бы с вами, зная силу воскресения, выстраивать хорошие взаимоотношения с Богом и друг с другом и могли знать, что материальное обеспечение должно служить нам для исполнения призвания в распространении Евангелия. Друзья, будьте благословенны. Я вас всех сердечно поздравляю с тем, что Христос воскрес, и пусть ваш ответ воистину воскрес, проявится в вашей повседневной жизни, подтверждая, что истина о воскресении Христа сильнее в любых фактов. Будьте благословенны. Всего самого доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok